всем привет в этом ролике мы поговорим про торговлю на крипто биржу биткет мы с вами рассмотрим демо торговлю рассмотрим спотовую торговлю и фьючерсную торговлю благодаря которой вы сможете торговать на небольшие суммы используя кредитные плечи многократно увеличивая ваш изначальный депозит и многократно больше зарабатывая при условии соблюдения риск менеджмента и так все ссылки которые вам могут потребоваться есть на экране в описании к этому ролику открывайте его нажимайте на ссылки если вы пройдете регистрацию по той ссылке которую видите на экране для этого просто наведите камеру экрана на телефон то есть на прошу прощения камеру экрана на экран и в qr-коде есть ссылка по ней вы сможете пройти и зарегистрироваться это первое и 2 если вдруг вы смотрите это уже с телефона и вам неудобно это делать то все ссылки есть в описании к этому ролику если ролик понравится лайки с вас и подписка на канал плюс там все будет еще много всего интересного в телеге если вдруг вы на ней не подписаны все ссылки будут тоже в описании и так смотрите мы с вами прошлых роликах разбирали первое каким образом правильно пройти регистрацию каким образом можно пополнять нашу крипто биржу чтобы мы могли на ней торговать я как и в прошлом ролике показывал я использовал метамаск метамаск закинул а немножко бустов сразу полю небольшую штучку с точки зрения безопасности сделайте сначала маленький перевод убедить что деньги действительно дойдут и что вас браузер нет никакой крипто заразы который подменяет ваши кошельки делайте перевод на сумму более чем 1 доллар то есть у битгет есть определенные условия чтобы любая сумма меньше чем один доллар и может не дойти на биржу чтобы этого не случилось отправляйте сумму равную доллару либо более моем случае отправила 2 доллара увидел что все прошло успешно после чего отправил 11 долларов для того чтобы вам показать как это все работает с этим мы с вами уже разобрались следующий этап у нас чаще чаще всего торговли на бирже происходит в основных парах это либо альткоины либо стейбл коины чаще всего торговля происходит либо к паре и sdt либо к паре и sdc то есть это это является долларами один к одному моем случае у меня сейчас на бирже находится бузды в рамках крипты биржи получается битгет у нас не так мары не так много либо вообще нету пар который торгуется к буздам то есть у нас есть только одна пара который торгуется к буздам а это получается б и sdt и б и sd и sdt соответственно давайте мы с вами сделаем некоторую опцию то есть у меня не смотрите на страшный график в нем ничего нет такого невероятного это работает механизма арбитража когда они пытаются уравнять то есть менять цену и вот здесь мы сразу сразу же с вами посмотрим каким образом вы можете торговать и как раз таки это может быть одним из секретов каким образом вы можете очень быстро набивать объемы закидывайте 100 долларов вы меняете их use dt в буздт то есть в б и sd да то есть я могу оговариваться на дыма вам логика понятно то есть с правой стороны мы видим сколько у нас находится актива с левой стороны мы видим сколько у нас находится наших денег данном случае у меня нету и sdt у меня есть б и sd и мне надо их перекинуть в эту сторону у нас есть в спотовой торговне есть возможность совершать сделки с большим количеством настроек в данном случае мы можем купить лимитной ценой наш актив лимитная цена это та цена достигнув которую мы или купим или продадим давайте мы это и совершим то есть мы видим что у нас сейчас 1б и sd стоит ну вот 99 центов по отношению к usdt то есть на этой сделке мы потеряем 1 цент с каждого доллара можно не заморачиваться просто вот выбрать сразу все то есть я хочу их продать все меня сразу показывает сколько я получу при условии что цена у нас будет такая но сейчас у нас цена была вот 0 то есть она упала я поставлю в конце девятку мы видели что она до этой стоимости доходит плюс у нас здесь есть даже бы немножечко больше то есть если я хочу разместить продажу либо покупку по цене больше я просто указываю цену по которой я хочу продавать и таким образом у нас будет происходить продажа то здесь сейчас работают механизмы арбитража и чтобы быстро произошла сделка я поставлю что вот меня эта цена устраивает я хочу продать все количество и нажимаю на связь на продажу система мне говорит что проверьте правильность того что у вас происходит и если вы не хотите чтобы у вас далее вы таким образом уведомляли поставьте галочку больше не показывать эту но я ее уберу на всякий случай подтвердить у нас размещается ордер и как только цена достигнет необходимой отметки у нас будет происходить а изменение в данном случае мы с вами видим что то есть у нас есть лимитная заявка с целью продажи а ордер у нас соответственно лимитный цена продажи нас составляет вот таким вот такое количество центов количество монеты которые мы продаем получается 13 долларов и мы должны получить 12 долларов 99 центов ну уже в usdt исполнена сейчас но ноль то есть показано что сделка у нас сейчас не произошла и у нас они исполнены 13 обращаю ваше внимание что с правой стороны у нас находится стакан и в стакане мы размещаем наши заявки то есть у меня вот есть заявка которая сейчас размещена то есть не моя заявка в целом продажи то есть у нас есть 1770 1770 монет которые продаются по цене вот такой как только у нас появится покупатель который захочет купить по такому объему то есть у нас сейчас покупатель продает покупает повод 98 центов а как только он будет согласен купить по большей стоимости у нас начнет исполняться наш ордер ну и соответственно это классическая схема размещения лимитных заявок нам просто необходимо будет дождаться когда будет исполнена данные действия для того чтобы допустим вас чтобы не ждать а быстрее записать этот урок и показать каким образом происходит торговля я нажму сейчас на отменить либо на отменить все если у вас много сделок то есть происходит какой-то коллапс непонятная история на рынке нажимаем на отменить все подтверждаем да то есть хорошо что мы с вами видим мы видим что есть покупатель который готов покупать по цене 9827 тысяч монет давайте мы так и сделаем то есть мы установим вот эту цену и покажем что мы хотим продать 919 долларов нажимаем и увидим цену то есть мы не так много потерям но в целом если это происходит на больших объемов посмотреть 300000 монет то это может быть интересно то есть нажимаем на продать продать у меня должно исполниться моментально все то есть произошла моментальная сделка потому что есть покупатель у него вот небольшой объем отнялся и таким образом если что вы можете посчитать может быть вы даже позанимаетесь здесь небольшим арбитражом то есть пока вот это у нас не будет исполнено да то есть давайте просто покажу я взял для примера вот здесь у нас находится 300 тысяч монет ввел их количество строку покупки и указал их же цена для продажи и указал вот этот вот спред 99 97 и при таком подходе если вы соответственно будете продавать вот такой сделкой только на этой сделке вы заработаете 31 доллар а таких сделок в сутки происходит огромное количество здесь это вот одна из моделей каким образом вы можете арбитражить и зарабатывать деньги просто вот на споте и таким образом вы в том числе будете набивать спотовый объем и этих спотовых денег вам будет достаточно для того чтобы получить призы от битгет за первые депозиты и за проторгованные объемы а далее у нас еще есть типы заявок то есть на данный момент мы посмотрели тип заявки лимитный который подразумевает что вы размещаете свой ордер и он будет ожидать определенного действия да то есть когда цена дойдет до этого до этой графы ордер будет сработан но есть отдельный вид получается с дюроф он называется триггерный его принцип заключается в том что вы можете запланировать указать что если вдруг цена дойдет до определенного значения но к примеру если вы торгуете какой-то другой монеткой но не в данном случае не стейбл коинами а допустим биткоином давайте вот я вот кроется вот у нас есть bitcoin а и вы допустим не хотите сидеть за компьютером но если вдруг bitcoin начнет падать или он начнет подниматься вы хотели бы поймать это движение каким образом это можно сделать вы бы могли бы разместить лимитную заявку просто что вот хочу купить по цене 16 900 в данном случае давайте посмотрим то есть у меня есть у нас стоит рыночный ордер к примеру а и я говорю так что смотрите если вдруг у нас bitcoin полетит на отметку 16 894 я пишу от 16 894 то пожалуйста система вот у меня 12 долларов купи bitcoin на все вот купи и как только у нас будет падение происходить биткоина в эту сторону если она будет происходить в этом случае мы купим bitcoin по той цене которая будет в этот момент на рынке данном случае давайте я его триггерный отменю а логика заключается в том что если движение пойдет в необходимым для в необходимую для вас сторону только в этом случае будет срабатывать триггер если движение в эту сторону не будет происходить так таким образом триггер вас работать не будет и то же самое можно как может касаться продажи то есть вы допустим холдер вы любите там bitcoin либо вы любите какую-то монетку и вы хотите ее накапливать но так складывается что рынок разворачивается вы понимаете что в позе вам находиться не выгодно и и вы знаете что вот если у нас рынок вдруг начнет падать вот в районе 16000 и улетит еще ниже вы хотели бы чтобы система автоматически на это отреагировал тогда вы указываете триггерную цену что если bitcoin дойдет вот это отметки все продавать все что есть и таким образом потом вы установите наоборот на покупку в принципе это то же самое как лимитный но вы можете настроить триггер что если он летит вверх мы продаем покупку продаем да наверхах есть он падает вниз то мы покупаем это можно делать лимитками но триггеры они больше вам позволяют разнообразить вашу торговлю это что касается спотовой торговли переходим теперь к так переходим теперь мы к к фьючерсной торговли так вот таким образом она выглядит открывается она вот здесь фьючерсы фьючерсы usd-t либо usd-c в зависимости от того что вы торгуете открываем ее и здесь мы начинаем видеть известную для нас уже историю да если вы занимаетесь торговлей у нас есть типы плечей то есть у нас точнее говоря обеспечение маржи для нашей торговли может быть как изолированная может быть как роз чем они принципиально отличаются дело в том что когда мы заходим в какую-то сделку у нас есть обеспечение то есть так называемая цена ликвидация то есть если мы допустим заходим сделку на 10 долларов ну то представим в данном случае тут немножко не не таким образом работает система нам надо сначала наши usdt который у нас находится на кошельке на спотовом кошельке перевести на фьючерсы давай час я это сделал обновим страничку и покажу вам как это происходит у нас с вами были а б usd мы на них купили usdt вот они у нас находятся на кошельке и нам нужно их перевести на фьючерсный счет чтобы мы могли торговать мы указываем что нам необходимо перевести на юсдт м указываем что мы хотим перевести все нажимаем на подтвердить перевод завершён теперь возвращаемся обратно к торговле фьючерсами обновляем и вот мы увидели лимит по деньгам сколько у нас теперь есть на счетах переходим к плечам не плечам а к обеспечению дело в том что плечи это плечо это то количество умножений на которые вы можете увеличить ваш актив в данном случае допустим у меня 12 долларов если оставлю что я хочу плечо к примеру 10 то эта сумма будет умножена на 10 то есть я буду заходить сделку на 120 долларов вместо 10 долларов таким образом мы можем на большую сумму торговать а давайте я сейчас нажму допустим так то есть я плечо выбрал 10 и у нас есть такое понятие как цена ликвидации ты знаешь что дальнейшее ваше нахождение в сделке при движении рынка может полностью потратить всю вашу сумму то есть вас не хватит денег чтобы больше находиться в этой сделке и понятие маржа а подразумевает что для того чтобы вы могли дальше оставаться в этой сделке если у вас будет стоять кросс маржа то биржа будет тратить все доступные ваши деньги на фьючерсом или маржинальном аккаунте таким образом вы сможете продолжать оставаться в сделке даже если она будет максимально убыточной и ваших денег уже будет не хватать для нахождения в этой сделке таким образом вас может ликвидировать вы полностью потеряете всю сумму который вас вообще в принципе есть на бирже но если вы выставляете изолированную то в данном случае при торговле вы вы полностью рискуете только объемом самой сделки то есть чтобы не происходило на рынке больше чем 12 долларов в данном случае я не потеряю никогда потому что за у нас стоит изолированная маржа обращаю ваше внимание что при переходе на какой-то другой актив примеру на эфириум либо на любой другой у вас сделка по умолчанию сбрасывается то есть обязательно за этим следите биржи это делают но специально потому что вы по невнимательности можете зайти в сделку с кросс обеспечением если у вас было несколько сделок которые вас изначально не вызвали никаких проблем но одна из них становится крайне убыточной то есть максимально вас может выбить со всех сделок и вы потратите больше денег чем вы планировали и так то есть у нас вот есть 12 долларов мы установили что мы заходим в сделку в изолированной марже выставляем а еще раз сделки по плечам я вообще рекомендую не использовать плечи больше чем там второе третье но если вы прям сильно уверены в движении можете брать 10 плечо то есть я ставлю 10 плечо на лонг и 10 плечо на шорт я к примеру я уверен по торговле в данном случае у нас указано что ордер у нас будет лимитный то есть при достижении этой цены у нас будет происходить сделка то есть цена у нас будет происходить по вот такой вот такой по такому объема дальше мы можем выбирать количество денег которое мы будем тратить то есть у нас внизу пишется стоимость мы можем потратить все сто процентов денег можем выбрать какое-то определенное количество по затрате. Давайте представим, что мы будем заходить на 10 долларов. То есть 10 долларов с 10-м плечом превращается в сумму, равную 120 долларов. Дальше, допустим, мы можем покупать, то есть мы можем лонговать нашу сделку, можем шортить. Соответственно, когда мы лонгуем, мы ожидаем, что движение продолжится вверх, и мы хотим заработать на росте стоимости актива. И если мы продаем, то мы хотим заработать на шорте, то есть на снижении стоимости актива. Соответственно, в данном случае мы с вами попробуем, ну вот мы видим, что сейчас, давайте откроем график, поставим, к примеру, 15-минутку, посмотрим, что у нас происходит. Рост, падение, рост, падение. Я сейчас не буду открывать никаких индикаторов. То есть мы предполагаем, что от текущих данных, в принципе, беточек может немножечко откатиться вниз и потом дальше пойти. Соответственно, я, допустим, я за шорт. То есть я попробую шортить. Цена у нас 17164. Давайте представим, что сейчас я попробую посмотреть пик этой свечи. То есть свеча у нас, допустим, вот 17164. 164 и 5. То есть я поставлю здесь просто вот цифру 4. Обязательное условие. Всегда выставляйте take profit и sell loss. Что это за функции, как они работают. А цена take profit обозначает цену, по которой вы хотите зафиксировать ваш профит. В данном случае, если мы говорим про то, что я буду шортить, то я могу ожидать, допустим, движения резкого вниз до отметки 17158. Я пишу 17158. Точка, допустим, ну там 6. Потому что, возможно, мы до конца этой свечи не дойдем, а остановимся где-то чуть-чуть выше. Или даже вот 58. Хотя, ну да, давайте поставим где-нибудь вот так вот, восьмерка. Соответственно, если у нас движение произойдет резко вниз, здесь мы со сделки выходим. И цена sell loss, это цена, при которой... Stop loss. Это цена, при которой сделка у нас автоматически будет закрыта, чтобы мы не потеряли и не понесли никаких убытков. Соответственно, мы можем ее примерно прикинуть, что если у нас цена пойдет против нас, то есть она станет, допустим, вот 17166, мы не хотим держать убытки, мы хотим, чтобы сделка автоматически закрылась. Соответственно, сделаем здесь вот так вот, 66. После чего мы нажимаем размещение, то есть мы нажимаем на продажу. Нам система еще раз повторяет, что смотрите, вы шортите, у вас 10-е плечо, вот такая сумма, вот таким образом вы входите в сделку. Вы готовы? Да, готов. Нажимаем на подтвердить. Все, у нас размещается сделка. В данном случае у нас не отображаются take profit и sell loss, потому что мы еще не в сделке. То есть у нас отложена сделка, которая должна состояться. Но в данном случае мы еще не заходим в нашу сделку. Как только произойдет движение, то есть мы лимитами достигнем необходимые для нас суммы, мы будем в сделке. И мы сможем видеть вот здесь вот данные по нашей сделке. Также сразу скажу, что если вдруг вы понимаете, что движение происходит резко, и вы хотели бы изменить ваши точки входа и точки выхода, вот здесь внизу есть карандашик. Нажимаете на него, и вы можете поменять, то есть изменить данные по take profit и sell loss. Либо, если вы понимаете, что что-то происходит вообще неправильно, то есть не так, как вы планировали, вы можете нажать просто на отмену, и сделка будет аннулирована. То есть вы в нее не зашли, вы ничего не потратили. Также есть еще рыночные сделки. То есть это говорит о том, что вам не важно, сколько стоит актив прямо сейчас, вы просто хотите его купить по той цене, которая есть сейчас на рынке. То есть вы будете покупать по цене стакана. То есть в стакане находится наилучшая цена в данный момент. То есть вы говорите, что, допустим, я хочу купить на 25% денег, то есть это вот там 3 доллара, к примеру, ну или давайте опять же на 10 долларов, по той цене, которая есть прямо сейчас, сохраняя при этом Take Profit и Sell Loss. Таким образом, мы не будем дожидаться исполнения нашего ордера, мы сразу же в него зайдем. Ну давайте ради примера, я сейчас нажму, что код продажи в Short. Нажимаю купить, сделка говорит да, уверенно. То есть смотрите, у нас позиция сразу исполнилась, мы видим характеристики по нашей сделке. То есть вот мы находимся в сделке, у нас уже указаны заранее выставленные Sell Loss, то есть вот он верхний, у нас небольшое движение идет вниз, и Take Profit у нас стоит внизу. Давайте сейчас мы просто его сдвинем вверх, вот таким образом. То есть он у нас двигается. То есть давайте я его сейчас вручную отредактирую. Для этого я могу нажать вот на кнопочку Take Profit Sol. Он мне говорит, что вы тут вносите изменения, будьте это аккуратны. После чего я говорю, да, и есть возможность установить частичные TP и SL. Это говорит о том, что я буду закрывать сделку частями по определенному количеству сделок. То есть я не полностью выдаю сделки, а по чуть-чуть. В данном случае у нас пишется PNL, то есть это сколько я уже заработал. Я понимаю, что все, меня все устраивает, я не хочу ничего ждать, я закрою по цене рынка. Я нажимаю на закрыть, нажимаю на подтвердить, я полностью вышел из сделки, и там какой-то цент или что-то такое заработал. Вот таким простым образом работают рыночные ордера. И у нас есть так называемый трейлинг стоп. Трейлинг стоп, давайте сейчас открою описание. Трейлинг стоп ордер – это заранее определенный стратегический ордер, предназначенный для периодов волатильности рынка, когда последняя цена, то есть цена это получается по стакану последняя, которая сейчас есть на рынке, когда последняя цена, цена маркировки, достигает самой высокой или самой низкой цены, умноженная на определенный процент колебания. После того, как пользователь установил стратегию, ордеры будут выполнены по рыночной цене. То есть, по сути, это говорит о том, что если у нас пойдет движение в какую-то из сторон, допустим, он начнет падать, либо начнет расти, то есть при соблюдении достижения этой цены, тогда у нас произойдет покупка по той цене, которая у нас есть сейчас. То есть трейлинг стоп – это фактически лимитный ордер, который будет срабатывать только при определенном условии. Я, насколько знаю, могу сейчас ошибаться, трейлинг стоп будет отменять другие ордера, которые пойдут в другую сторону. То есть, если вы открываете через трейлинг стоп лонговую сделку, то та, которая была в шорт, она будет закрыта. И наоборот. Таким образом, биржа помогает вам более удобно торговать, используя вот такую вот настройку. В целом, по сути, это все, с чем вы можете торговать, то есть разобраться. Плюс здесь есть у нас калькулятор, в котором вы можете посчитать плечи, сколько у вас будет цена ликвидации, то есть сколько вам необходимо обеспечения, и при достижении какой суммы ваша сделка будет аннулирована. То есть вы можете заранее рассчитать полностью цену входа по каждой из монетки, то есть с которой вы хотите торговать. У вас будет отображены все прибыли, и вся прибыль, информация по данной торговой операции и исходить именно из этого. От тебя могу добавить, что обязательно всегда устанавливайте Take Profit и Sell Loss, Stop Loss, я просто случайно всегда их селом называю, чтобы вы ограничили ту потенциальную потерю, которая может произойти. Потому что иногда, если вы торгуете, особенно через интерфейс биржи, вы можете нажать на продажу, зайти моментально в сделку, а при этом рынок начнет резко лететь вниз, то есть вот прям вот на 5% такая свеча вниз. И если у вас при этом не будет установлен Stop Loss, у вас может не хватит обеспечения, и ваша сделка полностью потратит все деньги, которые есть у вас на сделку. Поэтому сначала устанавливайте обязательно Stop Loss, чтобы при любом движении рынка он сработал. В этом случае вы будете больше в безопасности, торгуя на бирже. И следующий момент, это касается алготрейдинга, то есть каким образом вы можете настраивать сетки для торговли в определенном диапазоне. Если вам это будет максимально интересно, пишите ваши комментарии к этому ролику, мы эту тему отдельно рассмотрим, потому что сеточная торговля и так же, как копитрейдинг, это немножко другие направления, про них надо чуть-чуть больше рассказывать, потому что копитрейдинг, он выглядит очень интересно, но при этом в зависимости от тех денег, которыми обладает трейдер, он может пересидеть большую просадку, чем вы. Ну, допустим, если у трейдера депозит, к примеру, миллион долларов, он может себе позволить пересидеть убыток в размере 20%, чтобы перешортить, захеджировать свои риски и выйти со сделки в плюс. Но, возможно, именно вы не готовы терять 20% депозита. Для вас это критично, и для вас вы вылетите с этой сделки с большими минусами. Вот чтобы всего этого не было, об этом надо отдельно поговорить. Соответственно, пишите комментарии на этот счет. И еще один момент. У нас есть с вами возможность использовать демо-трейдинг как на фьючерсной торговле, так и на спотовой торговле. В данном случае мы выбираем демо-трейдинг. У нас открывается отдельный интерфейс, где у нас торгуются монетки с добавлением буковки S. То есть S Bitcoin, S USDT, S Ethereum, S USDT. То есть вы видите, я думаю, список, где вам заранее дается определенная сумма, и вы можете все настройки, то есть все вот эти вот, все, что мы с вами только что разбирали, изолированную кросс-маржу, плечи, типы ордеров, обеспечения, то есть время действия сделок, все это изнутри посмотреть, поиграться, так сказать, и когда вы понимаете, что да, все понятно, как это действительно работает, то есть вы в этом больше разобрались, вы сможете переходить уже к основной торговле. Как-то так. Если ролик понравился, ставьте большой палец сверх этому ролику на YouTube, регистрируйтесь по ссылкам, которые вы увидите в описании к этому ролику, и те, которые вы увидите прямо сейчас на экране. Это вам даст дополнительную возможность возвращать комиссии с дел, которые происходят на бирже. Я напоминаю, что сейчас нету никаких комиссий для спутовой и вщутерсной торговли, для спутовой торговли нет никаких комиссий, но когда они появятся, вы сможете возвращать часть этих денег себе обратно, и даже если у вас изначально сделка была убыточной, благодаря возврату кэшбэка с этих сделок, вы сможете вывести эти сделки в безубыток или даже в прибыль. Спасибо, что просмотрели, все ссылки есть на экране, увидимся в следующем ролике, будем разбирать с вами копитрейдинг, и далее будем разбирать разные торговые стратегии, которые позволяют вам зарабатывать деньги, используя биржу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на телеграм-канал, там будет много всего интересного по криптобирже и криптобиржам и вообще всем способам заработка на криптовалюте. Спасибо.